Государственные награды морским пехотинцам, которые вернулись из дальней командировки в Сирию, вручили в Севастополе. Орденами и медалями отмечены заслуги бойцов, охранявших российскую авиабазу в Латакии. Они первыми прибыли туда перед началом воздушной операции и за считанные дни превратили полузаброшенный аэродром в обжитой военный городок. Репортаж Виталия Каченко. Я хотела быстрее увидеть папу. Они не виделись несколько месяцев, а сейчас их разделяют каких-то 20 метров. И когда Евгений Егоров, старший стрелок десантно-штурмового взвода, вышел из строя за государственной наградой, шестилетний сын выбежал навстречу, чтобы обнять и поздравить отца первым. Эта встреча настолько всех растрогала, что надежно прикрепить медаль за отвагу Егорову с первого раза не получилось. Я договорил тебе по телефону, ближе к гранатомёту. Привет? Конечно, привет. И вот сейчас наступает самый трогательный и волнительный момент долгожданной встречи после нескольких месяцев разлуки. Для большинства этих ребят командировка в Сирию – это первый по-настоящему боевой опыт. В Сирии они были первыми. 186 бойцов отдельной бригады морской пехоты. После приказа о начале воздушной операции в Арабской республике они земли прикрывали наши ВВС. Заброшенный аэродром Хмеймим в Латакии. Их стараниями превратился в укреплённую авиабазу. Но были задачи сложнее и опаснее. Основная задача – это была охрана аэродрома и авиационной бригады. Прикрытие глиссад, взлёта-посадки самолётов. Проведение разведывания поисковых действий, прилегающей территории к аэродрому. В память о погибшем матросе Александре Позыниче объявлена минута молчания. Все, кто работал с ним в связке, несут цветы к мемориальной табличке с его именем. Владимир вместе с ним вылетал на поиск Су-24, сбитого турецкими ВВС. Мы были вторым бортом. Тоже вылетали на эту поисково-спасательную операцию. И потом получилось так, как получилось. Сложное. Терять боевых товарищей. Александр Позынич был награждён Орденом Мужества посмертно. 12 бойцам, вернувшимся из Сирии, сегодня торжественно вручили государственные награды. Единственное, что было тяжело далеко от родных, далеко от родной земли. Всё остальное, ко всему остальному мы привыкли. Всё остальное наша работа. Плановая замена личного состава завершится в ближайшие дни. Те, кто первыми отправились на защиту своей страны от угроз террористов, встретят Новый год и Рождество на родине. Спасибо! Спасибо! Виталий Катченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Севастополь.